Здравствуйте, Игорь Иванович. Поздравляю вас как девушки-водители с наступающим 8 марта. Желаем, в первую очередь, без аварийный язык, чтобы вы почаще не звали и разговаривали своим присутствием и остальных мужчин. С наступающим вас. Приятно, когда мужчина дарит цветы, а когда этот мужчина, инспектор ГИБДД, приятно вдвойне. В преддверии праздника дорожные полицейские поздравили женщин-водителей. Ни одна дама, которая ехала в полдень в Иваново по Фурмовской трассе, не осталась без подарка и комплимента. Всегда приятно дарить женщинам, тем более женщинам-водителям, позитивные эмоции, так как сотрудник госавтоинспекции вызывает не всегда положительные эмоции у всех водителей. Но в преддверии такого праздника мы дарим позитивные эмоции, напоминаем о соблюдении, неукоснении соблюдения права дорожного движения и желаем без аварийной езды. Инспекторы отмечают, что количество женщин-водителей с каждым годом растет. По статистике ГИБДД они управляют автомобилем аккуратнее мужчин. Потому и останавливают за нарушения их реже. Останавливать на самом деле очень редко. Мы стараемся не нарушать. И вообще очень неожиданно и, конечно, приятно. Тем более в полиции такие презенты. Людмила Чернышева ехала из Костромы во Владимир. Говорит, что в своем регионе о поздравлении ГИБДД ничего не слышала. Подарками ивановских инспекторов женщина была приятно удивлена. И в знак благодарности поздравила всех ивановских дам с наступающим праздником весны. Всех поздравляю женщин с праздником. Желаю всем здоровья, счастья, любви, благополучия. Чтобы все-все-все было хорошее. Хорошего настроения, побольше цветов и хороших подарков. Во время праздников инспекторы просят не забывать о безопасности. В последнее время участили случай ДТП, где за рулем были нетрезвые женщины. 7, 8 и 9 марта полиция будет проводить рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Соблюдайте правила, и тогда праздник запомнится только хорошими эмоциями. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.